привет друзья подписчики моего канала просто гости давненько ничего не готовили я предлагаю вам такой простецкий рецепт он не новый я его сделаю по-своему здесь у меня есть немного рыбного фарша остался от сазана которого мы делали такие колбаски и сазана вот мне было заморожено его вечером осталось тайл в нем пока нет ничего добавляем в этот фарш половинку луковочки я люблю когда лучок в котлетках мелко порезанный по хрустку мне нравится просто можете просто помолоть его и будет то же самое просто вы там не будет чувствоваться так фарш лук щепотка соли красненький перчик чувствовал их маленьком вкус и какие хитрости тут особо не будем делать простяшка запуска вкусно фарш и перемешиваем здесь у меня как вы тут а если куда мы может кто-то не прокручена на мясорубке а брюшка сазана мелко-мелко порезанная кубиком то не пробовал котлеты из сазана мы потеряли очень много попробуйте это совершенно другой вкус и не похоже ни на одну другую рыбу это очень вкусно жирная рыбка не надо добавлять сало ничего просто вот сазан лук и перец все вкуснотища будет обалденная единство что к этому фаршу неплохо добавить буквально чайную ложку медочек мед в рыбный фарш очень хорошо заходит потому что фигур чего-то он отбивает привкус рыбы запах рыб в рыбных котлетах ну не пробовал попробовать пометь о чем я добавили опять вымешивать это дело не будет не он там из меда не будет присутствовать но он отобьет этот рыбный некоторые не любят рыбные котлеты только за того что там есть такой привкус рыбы как бы не чувствует запах рыбы там литина называет ну потому что мед это дело отбивает хорошо добавить сюда еще в кабачок покрутить отжать этим высокому куточков сейчас нету только сок выливаем сам кабачок на носил куки надымаевать насок и добавляем рыбный фарш тоже хорошо так ну все фарш готов а делать мы будем с вами торт из рыбы такие вахли продаются в любом магазине супермаркетов хлебных везде цена там три копейки начинка может быть на самом деле любая мясная рыбная очень вкусно печенки получается печень говяжины из рук и прокрутить лучком всеми делами обмажут эти вопланы и получается хвост навечно так мы лично делаем вы поняли у них одна сторона большими клетками видите одна с мелкими вот которая крупная часть намазываем ее фаршиком не сильно толстая вот это все дело промазывалось ой про прожаривать потом жарить потому что будем нарастить и намасаться вот так вот это дело смазываем тоненьким слоем распределяем по вафли я старайтесь промазывать хорошенько чтобы они не были пустыми как-то вот так и накрываем опять глубокой рекламкой об накрыли и убираем сторону пусть полежать маленько и так делаем ну сколько из паша столько и делаем будет делать я фикси намажу и продолжу я друзья ну вот фарш у меня получилось в аккурат получилось у меня раз-два-три-четыре коржа намазанных у коржей 8 а в общем 4 штуки прикладываем доску и маленечко их так неплохо бы поддать продавить чтобы она у нас скиплась хорошо я готова оставляем немного побежать берем пару яиц в мисочку их разбиваем яйца крупные то можно взять три щипотку соли и взбиваем яйца венчиком все так яйца готовы теперь ставим на тысячу сковородку нагреваем смотрите пока сковородка нагревается вот эти вафли нужно взять подровнять и разрезать на четыре части самом деле можно и на большее количество частей на роде что большие куски получится давайте разрежем их на 8 частей просто для удобства чтобы было их удобнее потом кушать вафельки маленько полежали и подмокли и поэтому они более-менее хорошо держат если будет сильно ломаться подождите маленько они подлежат и подмокнут и будет их не проще работать нагрелась а мокрая было не проколю сразу застреляла переворачиваемся на другую сторону будем жарить так ребят забыл включить камеру берем вафельку макаем его взбитые яйца и выкладываем на разогретую сковородочку маслица жарим на сильном огне готовится моментально обдариваем с двух сторон буквально по парам и попали минут стальной стороны до образования золотистой корочки выкладываем тарелочку вот так по кругу их и можно подавать уже это как бы готовое блюдо будет опережали покажутся но если вам тут пришли в гости вы делаете на праздничный стол можно пойти дальше можно приготовить там соус смешать одну часть майонеза одну часть сметанки карнишончиков потереть чесночка туда зубчик добавить капельку кунжутного масла и капельку какого-нибудь остренького кетчупа типа чили замешать этот соус и промазывать каждый слой вот этот с этим этим соусом и выкладывать вот эти вот вкуснячьей штуковина но я делаю не на праздник а просто на на обед я не защитятся так не буду ну как вариант для праздничного стола вот я вам можно такую идею сделать уверяю в гости будут поражены начинка может быть любой начать опережали потому что получилось пока я вам тут трипалка вот эти вафли они не сладкие и не имеют своего голоса маху особого вкуса и получается очень интересная такая штуковина все просто я думаю вот друзья мой такой тортик у меня получился конечно это не еда это найти такое блюдо из серии гости пришли а гусь еще в духовке не доготовился запустить это все хотят делались вечера холодный будет очень вкусный он остынет сейчас все это напитается всеми соками соус про соусед что-то я вот по ходу когда съемки вспомнил надо было все таки бы сделать конечно соусом вот это все дело макать это было бы вообще класс ну да ладно сейчас ребенок придется со школы сбегать магазин соус я забаться хорошо такая штука когда же в холодильнике тоже есть той серии на день чего 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 бы перекусить перед сном он стал кусочек пожелал и можно спокойненько идти спать ладно друзья тут вы поняли делается просто необычненько так скажем то давно уже забыто рецепты уже лет на 10 не делать это вспомнил вы просто тела в видео магазине сделаю давно не делали так мы все друзья на этом все заканчивая всем кому понравилось ставьте пальцы вверх огромное всем спасибо что пишет тут то пишет свои комментарии делайте подписаться на канал всем до встречи всем пока